Добровольцы Карачева Черкесии отправились в зону проведения специальной военной операции. О том, кто решил стать добровольцем и что побудило принять личное участие в специальной военной операции, узнавала Альбина Ламкова. Состав добровольцев, направляемый в зону специальной военной операции, разный. Возраст тоже есть те, кто уже принимал участие в конфликте на Донбассе. Военные пенсионеры и ветераны горячих точек. Ефрем Рубаев – один из них. Об автоматной очереди в миллиметрах от себя, над головой и о главном условии взаимопомощи на поле боя знает не понаслышке. Ефрем Николаевич принимал участие в зоне грузино-абхазского конфликта. Еще тогда он отправился в числе первых добровольцев. С первой же партии добровольцев мы ушли через перевал после митинга с ребятами. Всю войну там прошел. От начала до конца со всеми. Потом в Абхазии там и остался, и служил там в армии. В острый период конфликта на Донбассе Ефрем Рубаев принимает решение вновь направиться в волну обострения. Первый раз в конце 2015 года попадает в Луганск, затем и в Донецк в интернациональную бригаду «Пятнашка». После затишья конфликта Ефрем Николаевич вернулся на родину – в Черкесск. И вот перед началом спецоперации я опять уехал на Донецк, опять к своим «Пятнашку». Зона ответственности была в Деевках. Зона, ну, под Авдеевками находились. На вопрос о том, почему Ефрем Рубаев вновь и вновь рискует своей жизнью, он ответил. Вы знаете, я в советское время давал клятву, наверное, с долгу своему. А когда видишь, что молодые пацаны ложат своей жизнью, как-то не по себе становится. Кто-то должен это делать. Наша вера заключается только в одном – с честью и добростью, наверное, с долгу своему. Частичная мобилизация в России завершена, но военкоматы продолжают укомплектование войск. И только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на заключение контрактов. Сегодняшние отправляются участвовать в специальной военной операции в составе отряда «Барс». Каждая команда, которая отправляется в добровольческий отряд «Барс» по мобилизации, в обязательном порядке от правительства республики, комплектуется тёплой одеждой, спальными мешками и вообще одеждой по 18 позициям. Вернуться живыми и здоровыми, с достоинством и честью, выполнив гражданский долг – это основное пожелание в напутствие бойцам. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе «Стражи порядка» отметили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел прошло в Министерстве внутренних дел. Смотрите подробности. В начале торжественной части собравшиеся минутой молчания отдали дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему героизму тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Затем ко всем обратился министр внутренних дел Карачаева-Черкесии. Он отметил, что, как и прежде, личный состав ведомства ведёт непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегая покой и безопасность граждан. Коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Основой успешной работы сотрудников остаётся выдержка и самообладание. Ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и её народу. Олег Мальцев, поблагодарив сотрудников за верность присяге, не забыв поздравить и ветеранов за добросовестную службу, пожелал всем коллегам и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. На торжественном мероприятии, отличившимся сотрудникам органов внутренних дел и причастным к правоохранительной деятельности, достигшим значительных результатов в работе, Олег Мальцев вручил ведомственные награды. Сегодня у Тимирлана Табиева двойной праздник. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации ему присвоили звание полковник полиции. Он отдал служению Отечеству 23 года. Сразу после окончания школы Тимирлан Хусеевич поступил в Ростовский юридический институт МВД России. Начинал свою профессиональную деятельность в Усть-Джигутинском районе. Чтобы стать хорошим полицейским, в первую очередь нужно трудолюбие. В первую очередь трудолюбие и дисциплина. Этого будет достаточно. Всех своих коллег я поздравляю с Днём сотрудников органов внутренних дел. Желаю всем, в первую очередь, крепкого здоровья, мирного неба над головой, родным близким всем доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов. Профессия сотрудника полиции – одна из опасных. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, есть те, которые уже никогда не вернутся к родным и близким. Лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб в ходе мероприятий по задержанию подозреваемого в совершении преступления. Его посмертно наградили медалью за отличие в охране общественного порядка. Вручили её маме, Люде Качкаровой, той, которая воспитала достойного сына. Спасибо всем органам внутренних дел, что они не забыли, чтели память моего трагически погибшего сына. Спасибо вам всем большое. На торжестве памятным нагрудным знаком почётный сотрудник МВД Покорчаева-Черкесии были отмечены и те, кто оказывал содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач. Надо отметить, что это высший ведомственный знак. Его вручили директору филиала в ГТРК ГТРК Корчаева-Черкесия Светлане Казиевой. Это большая честь для меня стать почётным сотрудником органов внутренних дел. И я считаю, что это оценка нашей работы, всего коллектива. И в этот праздничный день я от всей души хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, бодрости, духа и чтобы каждый день сотрудники возвращались домой живыми, с хорошим настроением к своим родным и близким. В воспоминаниях о празднике останутся не только искренние пожелания. Память о торжестве сохранит и фото, запечатлённое в заключении официальной части. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева-Черкесия. Регионы продолжают направлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Корчаева-Черкесское региональное отделение Союза женщин России приняло активное участие в сборе продуктов питания, необходимых средств, мобилизованным. Подробнее Корчаев-Беджеев. Сердце матери. В этих словах столько заботы и добра. Сердце матери – это акция, в которой участвуют все женсоветы страны. И наше региональное отделение не исключение. Немало молодых людей из Корчаева-Черкесии принимает участие в специальной военной операции. И главная задача Союза женщин России – поддержать бойцов в их нелёгкой задаче – в защите Родины. В добровольном сборе гуманитарного груза участвовали все неравнодушные люди, желающие хоть как-то протянуть руку помощи. Активное участие принимали районные женсоветы, школы и просто обычные люди – чьи-то матери, сёстры, жёны. За что и благодарят их от лица председателя Корчаева-Черкесского регионального отделения Союза женщин России. Люди сами, увидев объявление о нашей акции, сами звонят, интересуются, чтобы было лучше положить в эти коробки. Сами хотят принять это участие и поддержать наших ребят. Эмоциональная поддержка солдат – немаловажная задача. Как отметила председатель Корчаева-Черкесского регионального отделения Союза женщин России Марина Барлакова, данные акции они хотели поддержать наших соотечественников, для того, чтобы военнослужащие почувствовали частичку тепла со своей Родины, где их с нетерпением ждут. Эта гуманитарная помощь отправится в часть, где проходит дислокация наших солдат из Корчаева-Черкесии. Со скорым приходом зимы были отправлены теплые вещи – медикаменты, консервы, чаи и, конечно же, письма, поддержки для бойцов. Письма разные – как от детей, так и от взрослых. Эти носки я связала для вас. Пусть ваши ноги будут в тепле. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Бабушка Люба. Город Карачаевск, группа Ивушка. В этой гуманитарной помощи есть маленький сюрприз – это именная посылка от семьи и коллег для одного из солдат. Один из мобилизованных – это наш работник, Бережной Михаил Николаевич, которому мы сделали именные посылки. Сделали именные посылки. Его семья, дети написали письма. Мы хотели бы, чтобы эти посылки он получил и все-таки знал, что мы болеем за него душой, что мы ждем его живым, невредимым. Председатель Карачаево-Черкесского оригинального отделения Союза женщин России Марина Барлакова решила лично сопровождать груз до места распределения посылок. И, как она отметила, эта акция все еще продолжается. Арча Биджиев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Дружба. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. Дорогой, это багажник? А я сумочки еще посмотрю. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2, 96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8, 938, 333, 900. Только 19 и 20 ноября с 9 до 19 часов пройдет ярмарка белорусской обуви «Марко». Женская мужская коллекция обуви из натуральной кожи. А также куртки, пуховики. Много новинок. Черкеск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства напротив Парка Победы. Продолжение следует... Мы открываем свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ на womanplus.info С каждым годом все актуальнее становится вопрос приобретения собственного жилья. Недвижимость дорожает, заработная оплата, если и не уменьшается, то не растет до того уровня, чтобы позволить накопить на жилье. На этом фоне активно банки предлагают ипотечное кредитование на всевозможных выгодных условиях. Стоит ли соглашаться на ипотечное кредитование? Если да, то как не прогадать с процентной ставкой? И что такое ипотека на квартиру в новостройке? На эти вопросы ответила гость нашей программы, руководитель риэлторской организации «Гарант» Алла Качкарова. С ней беседует Мадзина Каракетова. Добрый день, Алла. Тема сегодняшней нашей встречи – ипотечное кредитование. У нас очень много обращений от жителей нашей республики, задаются самые разные вопросы. И первый вопрос. В последнее время наблюдается значительный рост процентной ставки по ипотечному кредитованию. Более того, значительно повысили цены на жилье. Наши жители интересуются, возможно ли снижение процентной ставки. Вы все-таки держите руку на пульсе и можете предположить, что мы ожидаем. Здравствуйте, Мадзина. На самом деле, на сегодняшний день ставки пошли уже и на снижение. Минимальная процентная ставка идет от 2,7% годовых. Ставка зависит от выбранной ипотечной программы. Базовая ставка на сегодняшний день – это от 10% годовых. Ну, опять-таки, зависит от выбранной ипотечной программы. Самая привлекательная ставка на сегодняшний день, я считаю, 6,3% годовых. Но это идет господдержка для семей с детьми. Подразумевает покупку жилья у застройщика, то есть у юридического лица. Но также хочу отметить, что в определенных банках появилась новая услуга, как снижение ставки, так называемое снижение ставки, то есть своя ставка. Это подразумевает под собой то, что заемщик для снижения процентной ставки может оплатить банку единовременно комиссию, которая позволит ему снизить ставку до 1,5%. А в каком банке наиболее привлекательный процент на сегодняшний день? Ни в коем случае, не подумайте, это не реклама какая-то, какого-то определенного банка. И в следующий момент, зависит ли процентная ставка на ипотеку от вида приобретаемого жилья? И вот тоже интересуются люди. А вот вы как специалист, на что, на какой вид жилья все-таки вы порекомендовали потратить одобренную ипотеку? Я повторюсь немножечко, уже ранее говорила об этом. На сегодняшний день выпущена так называемая пилотная программа снижения ставки. Она на сегодняшний день действует в Совкомбанке и в Сбербанке. Конечно же, опять-таки, процентная ставка зависит от приобретаемого жилья. Если это будет вторичный рынок, соответственно, ставка будет выше. Если это будет первичный рынок, соответственно, будет ставка намного ниже. Еще раз подчеркну, что в Сбербанке процентную ставку можно снизить на 1,5%. В Совкомбанке есть возможность снизить и чуть больше. Я бы, конечно, больше склонилась бы к новостройкам. У нас еще одно обращение, скорее всего, наверное, даже жалоба. Клиентка из нашего региона, из Черкесии, столкнулась с проблемой, когда на ипотеку, одобренную в Сбербанке, невозможно приобрести недвижимость в Москве. То есть риэлтор отказался сопровождать такую сделку, сославшись на то, что со Сбербанком возникают определенные проблемы. Более того, я созванивалась с риэлтором, с этим именно набирала наугад. Данная информация была подтверждена. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать по этому поводу, насколько это все обосновано? Я не соглашусь со своим коллегой московским. Даже хочу отметить, что в Сбербанке существуют даже более благоприятные условия для таких подобных сделок. То есть, если ваш клиент, сам находясь территориально в Черкесии, хотел приобрести недвижимость в Москве, Сбербанке предлагает такие услуги, как проведение сделки по экстратериальному принципу. То есть, условно говоря, ваш заемщик, наш заемщик, так сказать, может подписать кредитный договор в отделение, допустим, Черкеска, а продавец подписывать, в свою очередь, в Москве, в любом отделении Сбербанка. Поэтому я считаю, что это очень хорошее условие для сделки, которую нельзя провести в одном месте. Следующий вопрос относительно новостроек. Тот же житель Горячева в Черкесии столкнулся с проблемой, когда хотел использовать одобренную ипотеку на приобретение жилья, но ему предложили приобрести это самое жилье в новостройке, которая, ну, мягко говоря, пока на бумаге, ну, фунт-пуана. Скажите, промоемерно ли такое предложение? И есть ли какие-то риски, что эта новостройка все-таки будет завершена, и человек не останется, скажем так, в уделке? В такой сделке практически отсутствуют риски. Так как, когда банк аккредитовывает застройщика, застройщик обязательно должен работать по 214-му федеральному закону. Это говорит о том, что все денежные средства, точнее кредитные средства, они располагаются на экскроу-счете, и застройщик вправе воспользоваться этими денежными средствами только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Таким образом, есть риски и гарантии, то есть риски, которые может понести покупатель, в нашем случае заемщик, банк как бы берет практически на себя, поскольку застройщик не имеет полного доступа к этому счету. И гарантии в том, что все-таки этот дом будет достроен, так как, еще раз повторюсь, аккредитация идет очень тщательная, в разных банках, конечно, по-разному, но в среднем застройщик должен быть на рынке не менее трех лет. И хочу еще отметить, какие гарантии, в свою очередь, предоставляет банк. Если вдруг произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства, застройщик такой сильнее достраивает свой дом, договор расторгается, экскроу-счет раскрывается, и денежные средства возвращаются заемщикам. Заемщики, в свою очередь, конечно, погашают свои кредиты. Появилась информация, что сберегательный банк предлагает новый продукт, то есть дает кредит на строительство частного жилого дома. Скажите, правдива ли эта информация? Если да, то какие плюсы и какие минусы? Да, это правда. На сегодняшний день эта программа работает. Процентная ставка начинается от 6,7% годовых. Также поясню, что физическое лицо, которое хочет построить дом, может построить его за счет как собственных сил, так же и с привлечением строительной фермы. Но есть разница в том, что когда он застраивается все-таки за счет собственных сил, обязательно условия банка, что дом должен быть введен в эксплуатацию в течение одного календарного года. Поступают еще такие вопросы, очень частые вопросы о том, на каком земельном участке можно строиться. Хочу отметить, что никаких ограничений по земельному участку нет, кроме коммерческого вида земельного участка. Земля может быть как для индивидуального жилищного строительства, так и для личного пособственного хозяйства. Даже можно строиться на земельном участке, назначенном для ведения садоводства. Еще хотелось бы подчеркнуть, что многие забывают, что на сегодняшний день взять и просто построить дом нельзя. Нужно обязательно уведомить органы архитектуры о том, что ведется строительство. Уведомляем о планируемом строительстве и завершаем уже уведомлением о завершенном строительстве. А можно ли на одобренную ипотеку приобрести не жилье, а земельный участок, а уже на нем построить дом за собственные средства? Нет, к сожалению, нельзя, так как программу на приобретение жилья нельзя использовать на приобретение земельного участка. Но на сегодняшний день есть программа приобретения загородной недвижимости. Это подразумевает в вашем случае приобретение земельного участка для строительства жилого дома. То есть вы за кредитные средства приобретаете земельный участок, а уже за счет собственных средств строите свой дом. В Черкесске появляются новые микрорайоны современной инфраструктуры. Один из них, Северный, около четырех лет назад здесь открылся отвечающий всем современным стандартам онкологический диспансер. С того времени у специалистов медучреждения значительно выросли как объемы работы, так и география пациентов. О направлениях и методике лечения онкобольных в республике в репортаже корреспондента Артура Мхце. Мы сюда приехали, познакомились с нашим хирургом Маховым, он нас оперировал. И вот до сих пор мы к нему по всякому поводу и всем рекомендуем. Приезжала ко мне даже племянница из Ставрополя, она тоже работает в мединституте и в больнице. Говорит, какая чистота, какой порядок. Услышать подобное от жителей разных регионов Юга России, которые пользуются услугами республиканского онкологического диспансера, дорогого стоит. Персонал учреждения и до открытия в северной части Черкесско-современного центра делал все возможное для оказания помощи больным. Но когда направлений работы стало больше, сюда начали приезжать не только те, кто после первоначального вердикта врачей искал спасительную соломинку. Значительно увеличился и коллектив специалистов. Пациентам теперь не приходится уезжать за пределы, они могут все, что нужно, получить у себя дома, все виды лечения. Поэтому я считаю, что это очень большое достижение. Губернатор наш Рашид Борисбевич лично курировал эту стройку, смотрел, какая цветовая гамма. И он постоянно приезжал туда и внес очень большой вклад. Поэтому мы, коллектив, очень довольны. Как-то мы переехали в это прекрасное знание. И знаете, это дает тебе стимул, что ты приезжаешь в учреждение, а у тебя все есть. Так выглядел онкологический диспансер лет пять назад. Далеко не каждый в то время верил, что задуманное удастся воплотить в реально работающий проект. Ради которого некоторые врачи специально переехали в Карачао-Черкесию из других регионов. Собранная главврачом Зубером Маховым команда пополнялась молодыми кадрами. А метод наставничества позволил воспитать из них собственных экспертов в своей сфере. На данный момент, как мы видим, проходит сам сеанс облучения. За пациенткой проходит аудио и видеонаблюдение. В случае ухудшения состояния, либо же появления тех или иных жалоб, мы можем прекратить сеанс. В нашем отделении проводится один из видов специального онкологического лечения, такое как лучевая терапия. Проводится два вида лучевой терапии – дистанционное облучение и контактная лучевая терапия. Дистанционная лучевая терапия проводится на линейном ускорителе Варен-Люник, а брахитерапия проводится на аппарате с Агеновым. Направлений для оказания помощи в диспансерии немало. Впрочем, медучреждения стараются идти в ногу со временем и внедряют всё то, о чём раньше в регионе и не мечтали. Так, с недавних пор появился таракальный хирург, благодаря чему можно, не выезжая из республики, прооперировать лёгкие. Хирургический метод лечения в онкологии является основным. Он позволяет добиваться полного излечения абсолютного большинства злокачественного образования. Лучевая терапия, химиотерапия – это важные, но дополняющие методы. Хирургический метод лечения, ещё раз говорю, это основной. В онкодиспансерии для оказания хирургической помощи онкологическим больным есть все условия. Здесь развернуты четыре операционные, оснащённые всем необходимым оборудованием, в том числе эндоскопическим, для выполнения малоинвазивных операций. А это уже гематологическое отделение диспансера, которое может похвастать не только предоставлением комфортных условий для пребывания пациентов, но и набором всех лекарственных препаратов, которые используются в мировой практике. Гематология вообще считается локомотивом инновационной медицины. Все новые иммунопрепараты, химиопрепараты, они все открываются в гематологии. И в первую очередь они используются на гематологических пациентах. Вот сейчас у нас все эти возможности есть. Это таргетная и иммунная дорогостоящая терапия. Прошли те времена, когда больные ради оптимального варианта лечения были вынуждены уезжать в другие регионы, тратить в поисках врачей огромные средства. Сейчас практически всё, что в передовых клиниках используется для оказания помощи онкологическим больным, имеется и в Карачао-Черкесии, в том числе специалисты. Артур Макциалий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия. Впервые в Черкесске открылась тактильная музейная выставка. Все желающие могут прикоснуться к мировым достопримечательностям в уменьшенной копии. Этот проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Идея провести тактильную выставку для людей с нарушениями зрения возникла давно, отметила директор благотворительного фонда помощь Индира Узденова. Учитывая, что в республике инклюзивная среда не представлена в полной мере, некоммерческая организация в партнерстве с музеем-заповедником решили организовать выставку объемных 3D-моделей. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. На выставке представлено 30 объемных тактильных экспонатов, среди которых копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов СКФО, Аланские храмы и другие. Организаторы говорят, уникальность выставки в том, что все экспонаты можно потрогать руками, то есть люди с нарушениями зрения могут на ощупь оценить, как выглядит, например, лондонский Биг Бен, Эйфелева башня, американская статуя свободы, знаменитый Колизей, великий Тадж-Махал, Московский собор Василия Блаженного, египетские пирамиды и буддистские храмы. Мероприятие для нас знаковое, потому что открывает, я думаю, новую страницу в искусстве, в творчестве, которая отдельно уже начинает прицельно работать на тех, кому обычные, к сожалению, картины недоступны. Центровые технологии сейчас настолько позволяют, даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-принтеры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только то, что описание – это одно, как говорят, технокоммунитированное, когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. Шаванинский храм, соборная мечеть Черкесская, Горянка из Карачаевска, а также памятник Лермонтову в Кисловодске со срока из Нальчика, даже не скажет, что напечатано все на 3D-принтере. Присутствующие говорили, что это как виртуальное путешествие по странам и городам. Многие из нас, неважно, независимо от того, есть проблемы с зрением или нет, мы все с вами любим путешествовать, мы все хотим больше узнавать о тех или иных бесприлучательностях архитектурного, скульптурного наследия. Но не всегда у нас это получается, не всегда это бывает возможным в силу разных обстоятельств. И вот та выставка, которая сегодня здесь развернулась, она помогает, с одной стороны, всем нам, в принципе, увидеть, узнать, что есть такие архитектурные жемчужины. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить Тифло-комментатор. Каждый экспонат сопровождает табличка с описанием шрифта Мбрайля. Кроме того, зал, где проводится выставка, оборудован тактильными плитками, а стол с экспонатами огражден перилами. Организатор выставки – благотворительный фонд «Помощь». Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник является партнером проекта. Выставка будет интересна любому обывателю, а вход на экспозицию свободный. Все, кто хочет прикоснуться к мировым достопримечательностям, можно сделать это до 13 ноября. Альбина Курачинова, Кенжи, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Донбайе состоялся межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева о соревнованиях и победителях Ахмат Халкевич. Традиционный турнир всегда был посвящен защитникам перевалов Северного Кавказа. В этом году организаторы решили посвятить состязание памяти Героя России, нашего земляка генерал-майора авиации Канамата Кусевича Баташева. Участников турнира на торжественном открытии поприветствовали почетные гости и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов. Я всем участникам желаю хороших результатов, хорошего настроения и победительнейший. Все выступавшие без исключения подчеркивали важность таких памятных турниров в деле воспитания подрастающего поколения. Ведь именно живая память о героях своей отчизны прежде всего и задает правильные ориентиры для молодежи, отметил и родной брат Канамата Баташева Марат. Мне очень сильно понравилось, что уделяется такое внимание молодежи. И я думаю, молодежь в наше будущее, молодежь ответит нам благодарностью и покажет большие результаты. Оспаривать звание лучших в своих весовых категориях в нашу республику съехали сильнейшие боксеры из восьми регионов страны, а также республики Абхазия. С первых же боев стало понятно, что жарко будет не только на ринге, но и на зрительских местах. Хорошо отточенная техника и правильно поставленный удар спортсменов сразу же определили предельно высокий уровень конкуренции. В числе первых в полуфинал пробился воспитанник спортивного клуба «Ини» из Черкеска Кером Качиев, выступавший в весовой категории 50 килограммов. Соперник такой неудобный, был физически силен тоже, нормально боксировал. Я пытался работать вторым номером, чтобы я знал, что он будет идти вперед. Я его чуть прочитал и работал вторым номером. У меня получалось потом, в третьем раунде начал чуть порубиться, и в конце третьего раунда снял его техническим нокаутом. Межрегиональный турнир шел в течение шести дней. Более 150 сильнейших боксеров выступали в 30-ти весовых категориях. В финальные бои в день закрытия турнира посетили депутаты республиканского парламента. Председатель комитета по национальной политике Новоростимрезов, обращаясь к организаторам, помимо слов благодарности в их адрес, внес еще и свое предложение. Хотелось выбирать организатора благодарность за то, что почтили память нашего героя. И хочется, чтобы этот турнир был ежегодным. И наши ребята, наш спорт в России вышел на новый уровень и проставляли свою малую и большую родину. Предложение парламентария организаторами было воспринято с одобрением. Впредь эти традиционные боксерские состязания будут посвящены памяти героя России Ханамата Баташева. В мае этого года Ханамат Кусеевич, возвращаясь после очередного успешно выполненного боевого задания, в зоне специальной военной операции получил информацию, что превосходящими силами противника заблокирована одна из штурмовых групп наших войск. Без особых раздумий боевой генерал принял решение идти на смертельный арест и ценой собственной спас жизни сотен солдат. Он всегда добивался поставленных целей, как бы они трудно ни было. То есть его целеустремленность и воля. По итогам работы судейской коллегии турнира наибольшее количество медалей высшей пробы завоевали спортсмены из нашей республики. На втором месте боксеры Ростовской области. А замыкают тройку лидеров – участники из Чеченской республики. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. А я желаю вам хорошего воскресного дня и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова От 19 и 20 ноября с 9 до 19 часов пройдет ярмарка белорусской обуви «Марко». Женская мужская коллекция обуви из натуральной кожи. А также куртки, пуховики. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства напротив Парка Победы. Ни один ребенок в России не приобрел ВИЧ в детском саду или школе. Вот это я, а это Саша. Мама говорит, что у него ВИЧ. Когда он перешел в нашу школу, тот и сказал про это. И все родители долго спорили, ругались. Но мама сказала, что это для нас не опасно и убедила других мам. Саша научил меня рисовать и играть в футбол. Он мой лучший друг. Узнайте больше по телефону Государственной горячей линии. 8 800 165 43.